ПЕСНЯ 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 Не уважаю, искренне люблю. Любовь сильнее, разве что к рублю. Я так люблю. Безмолвно, безмятежно. Вообще люблю так искренне, так нежно. Как хрен была б любима ты другим. Но перед сном свет покашу едва. Такие лезут в голову слова. Что хоть ментов себе же вызывай. Короче, уважаю, наливай. Смеркалась, повышался градус винной. Власть раскраснелась, глаз добром горит. Люблю тебя, народец мой глубинный. А на слезу роняя говорит. Ты вроде беден, а копнешь немного. Есть скрытые резервы для налога. Умом тебя и вправду не понять. Тебя аршином общим не измерить. Ты на меня не думаешь пенять. И продолжаешь мне всецело верить. Позволь мне руку крепкую пожать. Охотно продолжаю уважать. Привык к тебе. За все тебя простивши. Ты лучше много пившей власти бывшей. Хотя... Ты что? Какое там хотя? Да это просто вырвалось шутя. Меня ты этой шуткой унижаешь. Выходит, ты меня не уважаешь. Меня, тобою выбранную власть. А если враг надумает напасть? Кто от него спасет тебя, бедняжку? Я уважаю. Хочешь в каталажку? Ведь пиво епил, креветок ел. Скоты! На этот крик являются менты. В броне при палках вид довольно жуток. Народ забрали. На пятнадцать суток. Мораль проста. В ней просто разобраться. Народу лучше с властью не общаться. На улице, на митинге, в пивной, на пляже, на рыбалке и в парной. Ты лучше близко к ней. Не подходи. А подошел? Сиди. И нет! АПЛОДИСМЕНТЫ Я спою вам о двух капитанах, что и сами понять не могли, как они в обстоятельствах странных потопили свои корабли. Все экраны обходит картина, где начальник, сердитый как черт, капитана Франческо Скетино заставляет вернуться на борт. Пошутить захотелось про хвосту. Заиграл соблазнительный хмель. Посадил он Конкордию Косту на банальную плоскую мель. Но круизные лайнеры хрупкие, испугающие всех быстротой раньше всех, он добрался до шлюпки и смотался с Конкордией той. Над бедой изгаляться противно. Но Италия, оформенный зверь, на корабль возвращайся, скотина! Там моднейшая надпись теперь. Я спою о другом капитане, что не худшую участь урвал. В Ленинграде его воспитали и вручили московский штурвал. Но рулить в КГБ не умели. И при помощи местных элит дотащил он Россию до мели и сниматься с нее не велит. Тут не мель, а стабильности остров, говорит он, колясь до бела. Не хотите же вы, как в девяностых, чтобы эта махина плыла? Но не слушая стонов и жалоб, он обвил свою должность, как спрут. Юнги прут, что понравится с палуб. Пассажиры на палубу срут. Ни базальтовых скал, ни жемчужин, там царит безнадежность сама. Если ж бунт на борту обнаружен, он теряет остатки ума и уныло втирает мантросам, обитателям трюмных низин, прооблитость радийным поносам. И про заговор скрытых грузин. Крысы съехали вместе с мотором, шлюпки продали за три рубля. Пассажиры кричат ему хором, капитан, уходи с корабля. Иногда я боюсь примитивно, поглядев в никакой небосклон. Что уж лучше любая скетина, чем такая путина, как он. Эту серую гниль и коросту не возьмет никакая вода. Эх, его б на Каркордию, косту. Почему он не хочет туда?